Слава Украине! Приветствую Аполлонскому! Ребята, сейчас хочу вам показать, как выглядит сейчас Майдан военный. Тут у нас мостик на Майдане с флагами стран, которые нам помогают, с флагами стран-союзниц. И давайте пройдемся. Тут Жофневый палац, где только что было шикарное мероприятие. Детская хореографическая школа и колледж. Тут только что проводили танцы какие-то, выпускной свой, одно загляденье. Ну и давайте покажу вам Майдан. Значит, Майдан, ну что тут? Майдан, как всегда, видим вот эти вот железные фигуры снизу, которые стоят еще с революцией, символизируют нашу революцию. И дальше, если посмотреть, я не знаю, наверное, в этом режиме, не смогу увеличить. Дальше в левом углу, в нижнем, вы видите вот синее море, такое синежелтое море. Это флаги на месте погибшей, которые символизируют наших погибших героев. Очень много флагов. Ну, давайте, пройдемте, посмотрим немножко, как выглядит. По сути дела, гостиница Украина. Вот там, пожалуйста. Дальше в сторону Липок туда. Ну, так оно здесь всегда и было. Вот. И наш Майдан. В конце Майдана мы видим ворота ляцкие, стилизованные желтые ворота ляцкие, которые когда-то в каком же 11, 12, 13 веках были одним из главных ворот Киева. Кстати, через них орда, ордынцы и ворвались в Киев. А на месте Крещатиков в те годы было, было что у нас, болото, было козье болото. Вот тут, где сейчас ездят машины, это было болото. Тут тяжело было пройти, скажем так, мягко. Практически непроходное место было. Поэтому вот эти ляцкие ворота, они были самыми слабенькими в Киеве. И, соответственно, через них монголы туда и ворвались. Да, а дальше, вот если вы посмотрите, видно, вон туда, вот сейчас я пальцем, а не, вот туда, вот. Это колокольня Софиевского собора. И рядом с ней там видно купола Софиевского собора. Вот. Центральная вот эта фигура женская на Майдане. Тут всегда кто-нибудь, что-нибудь фотографирует. Очень интересно, красиво. Не будем людям мешать, обойдем. И здесь мы видим липкий район Киева. Так. И сейчас покажу вам сам Майдан. Подойду поближе. Дети балуются. Вот это все, понимаете, вот это все нужно было Путину. Вот это, это пляшивая гадость, оно хотело у нас это все забрать. Просто потому что, как вам сказать, без Киева у московитов, у Москвы нету самого главного имени Русь, потому что оно ворованное. И нету истории. То есть нет вообще ничего. Москва появилась на, где-то в 1273 году. Проблема Москвы в том, что во время, когда была Русь, никакой Москвы не существовало. А Русь не существует с 1240 года. Вот так вот, на секундочку. Русь трансформировалась в Украину. И вот это центральная наша площадь. Наш Майдан. Наш Киев. Киев, это Украина. А Московия, это болота. Я думаю, с этим все абсолютно согласятся. Еще раз вот посмотрите. Флаги. Флаги на том месте. Это просто когда-нибудь здесь будет что-нибудь. Типа, не знаю, может, мемориальный комплекс делают. Хотя перенести его хотят. Вот сейчас покажу вам, куда. Вот туда за жевтый палат. Видите, жевтый такой, да? Вот за него хотят перенести вот эти флаги. И построят тут комплекс, музей в память. Как воинов АТО, так и наших воинов, погибших на войне с фашистской Россией. А пока что вот, видите, пока что так. В их память флаги развиваются на Майдане. Ну, а так Майдан, кто его не видел, вот, пожалуйста, смотрите. Вот так он выглядит сегодня. 29 июня 2024 года. Как говорил Путин, Киев за три дня. Ну, что Путин? Не видать тебе Майдана, как собственной плеши. Все будет Украина, ребята. Продолжение следует...